Юрмала. Излюбленное место отдыха знаменитости. А это ведущая нашей программы Влада. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы, пожалуй, одна из самых красивых пар на сцене российского шоу-бизнеса. Всегда за вами приятно наблюдать. Неволей, наверное, вы становитесь, конечно, под каким-то таким, ну, самым, что ни разу, пристальным прицелом, телекамер, репортеров. Вы не устали от такого пристального внимания? Ну, во-первых, огромное спасибо за красивую пару. Конечно, все это сложно. Конечно, сложно быть под прицелом, как вы говорите. Конечно, сложно от того, что... Ой, так хочется просто запереться и просто жить жизнь. Но надо выходить, надо быть публичными людьми. И ни секунды расслабиться нельзя, потому что обязательно где-то чего-то за тобой подсмотрят, увидят, сфотографируют и так далее. Ну, это издержки производства, как говорится. Я знаю одно на сто процентов. Ой, в истории человечества столько черных пятен. Такое количество людей так сильно страдают до сих пор на этой земле. И так много пристрадало человечество вообще за все время своей истории. Для того, чтобы мы сейчас с вами как-то вот так вот могли вот так вот на телевидении разговаривать. Что вы знаете, грех жаловаться вообще на свою жизнь. Поэтому мы готовы работать, работать, работать. Я в свою очередь хочу сказать, Лень действительно не любит лишнего внимания. Ему не просто появляться на публике. А я вам скажу, что я могу, ну, неделю, две недели вот отдыхать и ничего не делать. Потом я перестаю понимать, кто я и зачем. Я обожаю внимание. Я очень люблю камеры. Я настоящая женщина. Лене в этом смысле повезло меньше. Ему хотелось бы сидеть где-то, писать музыку, да. И больше, и больше ничем не заниматься. Но эту музыку, к сожалению, еще надо петь. И есть та музыка, которой он никому, к сожалению, не может доверить, кроме себя. Да, такая штука со мной произошла, что я просто в какой-то момент понял, работая для разных артистов, работая композитором, аранжировщиком, понял, что вот есть какие-то вещи, которые должен сделать именно я для того, чтобы они стали, скажем, известными там и популярными. И с этого момента решил, что я буду артистом, еще и артистом. Так оно и получилось до сих пор. Я эту лямку тащу и уже понимаю, что когда ты почувствовал вот это вот... Лёня, Лёнчик. Лёнчик, молодец. Все, уже с этим расстаться. Без этого, да. Лёня, 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 Лёня. Лёня, 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 Лёня. Лёня, 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 Лёня. Лёня, 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 Лёна. Пока что-то интересно, пока чем-то можно победить для публики, пока мы интересны как артист, то мы будем работать с артистами. Это самый короткий путь к признанию. Написать и выйти на сцену. Да? Да. А какой самый длинный путь? Самый длинный путь написать, найти, кто это исполнит, для того, чтобы тебе понравилось, для того, чтобы ты как автор был доволен, для того, чтобы этот человек был твоим единомышленником, для того, чтобы вы дышали одной идеей, и он тебя не предал. Как часто бывает с продюсером и его подопечными. А что первоочередно, написание песни или поиск того человека, для которого хочется написать? На этот вопрос я не смогу ответить, потому что никогда не была продюсером. Я думаю, для настоящего композитора, в первую очередь, музыка должна быть, по идее. А потом уже поиск человека, который сможет это сделать. Это по-разному бывает, на самом деле. Я думаю, что вообще все разные люди, и композиторы все разные люди. Когда-то я работал с поэтом, с Германом Витки, мы писали вместе, но это так вот, мы прям вместе садились, если прям слово за слово, нота за нотой, и как-то это создавалось. А последние там, не знаю, 17 лет, в основном, не в основном, а вообще тексты пишу я только сам, и для меня этот процесс понятен, то есть я, у меня приходит какая-то мелодическая строчка, к ней какое-то слово, зацепляется за настроением, потом я дописываю, то есть я внутри себя как-то варюсь, я понимаю. Для меня это процесс такой, органично вместе слившийся. Вот, и поэтому, как бы, мне хочется, чтобы говорили и так, композитор, поэт, песенник там, я не знаю, продюсер там, все такое. А мне все кажется, что это какая-то шутка, потому что вроде как я не по-настоящему, вроде как не тот самый композитор или поэт-песник, которым вручают награды, которых показывают по телевизору, хотя уже такое количество песен стало известными и популярными, а все равно мне до сих пор кажется, что это какая-то игра. Ну да, это состояние еще заслуженного, как, заслуженного артиста, да, тоже? Да, недавно меня прибило, да. Мы веселились всем коллективом, да. Аплодисмент пожал руку и вручил заслуженного артиста. Я теперь думаю, я надеюсь, надо мной не пошутили. Нет, Ленечка, это было серьезно. Я с гордостью ношу статус жены заслуженного артиста. И отказываться от этого не собираюсь. Я понял. Держись. Кстати, а вы согласны с тем, что величина успеха мужчины, как правило, зависит от того, какая женщина находится? Сто процентов, сто процентов. Это железно. Это я понял очень хорошо. Это, слава богу, это я благодарен своей жене. Мне надо выйти, да. Нет, 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 пожалуйста. Благодарен своей жене за то, что вот... Мне даже показалось, что и мужчиной стал, когда я женился. И когда, вы знаете, когда вот ты влюблен в женщину, то жизнь вокруг тебя расцветает другими красками, становится лучше, и тебе, у тебя больше энтузиазм. Все это понятно. Об этом много раз говорилось, и это так и есть. И это понятно всем. Когда эта женщина тоже влюблена в тебя и верит в тебя, тогда такое ощущение, что мир тебя начинает признавать, что ты становишься уважаемым этим миром. Это очень важное ощущение, которое дает, я думаю, каждому мужчине такую серьезную поддержку в жизни. Ну и помимо... Извини, извини, пожалуйста. И помимо любви, конечно... Вернее, как составляющей любви, еще, конечно, есть очень много важных вещей, как касаития двух понимающих другу людей. Да, людей, которые могут все обсудить, которые живут... У которых одно и то же мировоззрение, которые живут одними и теми же какими-то увлечениями, которым нравится одно и то же. Это очень важно. Обнимая плечи, не считая встречи, Я, шутя, смеялась зря. Я не понимала, я так, но не знала, Как сильна любовь твоя. Как сильна любовь твоя. Как нужна любовь твоя. Я вам скажу, был такой трогательный момент, когда Леня привел меня знакомиться со своей мамой. Мы сели за стол. Она, сразу надо сказать, была очень расположена ко мне, потому что она меня смотрела по телевизору. И, в принципе, у нее была заранее какая-то симпатия ко мне. Но когда мы сели за стол, и Леня что-то искрометно рассказывал, а я действительно очень люблю Ленькины рассказы, очень люблю его слушать. Он талантливый рассказчик. Я сидела, слушала, а мама в это время смотрела на меня и обращалась к своему мужу, говорила, Коля, посмотри, она его слушает. И это был так трогательно, такой момент признания. И в этот момент я почувствовала, что это эстафета передачи своего сына в надежные женские руки, она состоялась. Коля, она его слушает. Мама, да. Леонид, а вы часто говорите Анжелике о любви? Никогда. Как-то по-своему неправда. Ну, по-своему очень, да. Как-то я у нас есть свои словечки, мальчик. Не надо. Что самое главное в ваших взаимоотношениях? На чем строится мир, покой, уют? Что самое главное для того, чтобы вот в этом тяжелом, завистливом зачастую мире оставаться самими собой и хранить тот семейный очаг? Если вот жизнь, скажем, пары людей жиждится на том, чтобы... Ну, я, да, как привык так говорить, жиждится, так и говорю. Мне нравится просто так. Зиждится, это неверно как-то. Неверно. Надо было, в принципе, это слово так должно было звучать. Жиждится. От слова жижа, да? Жижа, да. Красиво звучит. Масштаб. Масштабно. Масштабно звучит за слово. Ну, мелковато, да, зиждится, мелковато. Зиждится, да. Жиждится, короче говоря. На выходе в свет, то есть, смотрите, как мы друг другу подходим, например, как мы смотримся, какая ему пара. На этом оно ожиждится, не может никак. Если хочется запереться в четыре стены, вместе, проводить время, мы вдвоем... Сплестись хвостами. Сплестись хвостами, как у Пелевина, да. И смотреть фильм, это и есть наше свое. Маргарет Митчелл, внесенных ветром, говорила, что муж и жена должны быть слеплены из одного теста. Вы согласны с этим? Ну, во всяком случае, вот этот момент взаимопонимания и взаимопрощения, когда ты признаешь за собой какие-то недостатки и неправильности, ты способен признать это и за своей половиной. Тогда становится все легко и просто. Маргарет Митчелл, внесенных ветром, скажем, основное ее достоинство в том, что она, говоря в основном о войне севера с югом, гражданской войне севера с югом в Америке 1861-1865 годов, помимо этого, рассказывала о настоящих судьбах людей. И как всякая женщина, она умудрилась, проведя конвой через все произведения, любовь и уважение к мужчинам, воюющим под знаком флага конфедерации, тем не менее, умудрилась провести женскую судьбу. А женщина всегда думает только о любви. И мужик, может быть, простите меня, пожалуйста, уважаемые любимые женщины, от политика заканчивая бандитом кем угодно, для женщины главное, как он относится к женщинам. И как он относится к своей любимой жене. Так женщины устроены. Что я не прав? Прав. Он так хорошо. Скажите, а вы всегда были вундеркиндами? Или вы были самыми обычными? Росли вундеркиндами, скажем, родились вундеркиндами. Или вы были самыми обычными детьми? Я была ребенком очень скучающим по своим родителям, потому что родители занимались музыкой очень плотно. Я их очень редко видела, в особенности папу. И вот это, наверное, и вообще выбор судьбы, выбор профессии во многом был определен моей тоской по моим родителям. И, конечно, очень хотелось всегда и до сих пор очень хочется утвердиться как музыканту в папиных глазах в особенности. Поскольку мама уже, мама всегда была человеком очень поддерживающим, что бы я ни делала. И какие глупости бы в музыке не совершала, мамой все прощалось. А папа не прощает ничего. И вот до сих пор вот эта поза доказать что-то папе, что я тоже могу, я тоже человек, наверное, она во многом дает вот это движение, движение вперед. Если я улетел, если я улетел... Я думаю, что мы необычные люди на самом деле. Вундеркинды. Вундеркинд – это неправильное слово. Вот относительно нас неправильное. Вундеркинд – это как бы человек, который с детства умеет что-то, что умеют взрослые люди. То есть скрипач, который играет, например, с такой... Или то, чего даже не умеют взрослые люди. Да, и то, чего даже не умеют. Скрипач, который играет с такой потрясающей техникой, которой нужно учиться 30 лет. То есть взрослый скрипач, 45 лет, в оркестре, лучший скрипач там в филармонии, там я не знаю какой, он не может так нарезать, как этот там 9-летний мальчик, который 3 года назад взял в руки скрипку. Это вундеркинд. Вундеркинд, который считает цифры так, как не может посчитать там Борис Бурда. Понимаете, это вундеркинд, но это к нам не имеет отношения. В смысле каких-то безумных способностей с детства, может быть, их нет. А в смысле, что люди необычные, в смысле ненормальные, это так есть. Нормальные люди не становятся звездами шоу-бизнеса. Далее в программе. Человек не может сутками жить какой-то песней или месяцем придумывать какую-то... Для этого нужно этим болеть. Вы поете для отца? Да. Каждую свою песню. Многие. Я так что-то ничего и не понял. Правда. Думаю, что все-таки мы с годами становимся добрее. Мне очень хочется в это верить. Нормальные люди не становятся звездами шоу-бизнеса. Ну, это просто... Противно природе. Противно природе, да. Это как... Это же, понимаете, жизнь организма любого человека, она предусмотрена природой. Любое движение организма. Человек хочет жить так, как он хочет жить, как хочет его организм. Организм человека должен жить на одном месте, вставать с утра, вечером ложиться. Там все, как предусмотрено. Человек не может сутками жить какой-то песней или месяцем придумывать какую-то... Для этого нужно этим болеть. Нужно быть таким. Невозможно себе взять в 20 лет, например, и придумать, что я буду артистом. Для этого нужно, я не знаю, как мы, как я и как Анжелика, нужно, не знаю, с детства, в детском саду быть первым в самодеятельности. Потом в школе постоянно петь песни у костра. Потом это уже тебя ведет. Ты не можешь с этим ничего сделать. Моя мама очень не хотела, чтобы я был артистом, потому что она прожила с папой много лет и видела весь этот мир. И она хотела, чтобы я был нормальным, приличным человеком, обычным, с нормальной, обычной работой. Врачом. Например, математиком. Получается же решать задачки. Вот сейчас еще намем педагога, он еще лучше. А он еще, чтобы подыграть, говорит Людмила Леонидовна, вы знаете, у вашего сына хорошие способности к математике. Какой математике, если с утра до ночи только и думаю о новой какой-то песне. Это было со мной в 5 лет, в 15 лет, в 20 лет. Я в армии служил, я там сочинял песни. И так далее. Всегда это было. А как, по-другому жить нельзя. И когда ты начинаешь понимать, что ты, скажем, не от мира всего, а от мира того, в котором живет немножко меньше людей, которые как-то, какие-то странные. Когда ты всю ночь что-то сочинял, а утром, когда город начинает жить своей жизнью, все идут на работу, тебе спокойно засыпается. Почему? Потому что ночью тревожно. Тихо же очень. Тихо, понимаете? Непонятно, как тут тревожно. А утром хорошо. Ты понимаешь, вокруг тебя столько людей, которые живут, ходят на работу. Страна живет. В порядке, все нормально. Можно лечь, заснуть. И ни за что не прижать. Да, это диагноз. Диагноз, да. Вот к чему Леня ведет. Это диагноз. А во сколько лет вы заболели музыкой? Сколько вам тогда было лет, помните? В шесть лет я заявил своему отцу, что группа какая-то, это была очень популярная группа. Какую можно было услышать эту группу? Шесть лет мне было, когда уже была Бунием. Русская? Может, десять лет. Было Бунием. Кто-то пел, короче говоря. Кто-то пел на пластинке. И я пел это отцу от начала до конца. И говорил, я не понимаю, почему эти люди известны, а я нет? Я же пою так же, смотри. Ну, я примерно в этом же возрасте. Мне не разрешали подходить. У бабушки было старое австрийское пианино. Его очень редко настраивали. Когда настраивали, берегли, как зеницу ока, чтобы никто, не дай бог, не подходил, пока оно само от влажности не расстроится опять. И я долго ходила вокруг этого пианино, и бабушка сказала, невозможно, она расстроит пианино, нельзя, не подходи. И, бабуль, я осторожна. И вот я села, и первое, я помню, что я подобрала этот похоронный марш Бетховена. Бабушка сказала, разозлилась, как кто тебя научил? Почему именно эта музыка? Я говорю, ба, это красиво. Запретный класс. Да. Ну вот с тех пор меня стали допускать. И надо сказать, что меня признали в семье и сказали ребёнку, нужно учиться, ребёнка надо отдать в музыкальную школу. И тут папа лёг костьми. Он сказал, ни за что, никому, никакому педагогу мне испортит человека, она возненавидит музыку на всю оставшуюся жизнь. И занимался со мной сам, очень редко. В основном я что-то слушала, он говорит, садись, подбирай, поправлял, исправлял, что я недослышала. Поэтому нот я до сих пор не знаю. Но зато слух хороший. А вообще артисту сегодня необходимо музыкальное образование, как вы считаете? Любому артисту необходимо музыкальное образование. Если это вокалист, необходима вокальная школа, но кроме этого необходим стержень. Внутренний стержень, когда ты точно знаешь, чего ты хочешь, точно знаешь, что ты любишь, и утвердился в этом. А сегодня много ли на сцене по-настоящему талантливых людей, как вы считаете? Очень много людей горящих, очень много любящих это дело. Но еще очень много имитаторов. Людей, которым нравится чья-то манера, чье-то исполнение, они снимают, запоминают, как это работает со связками и используют. Это очень хорошая школа, на самом деле очень хорошая. Но кто-то на этом останавливается, а кто-то идет дальше и развивается, и открывает свою индивидуальность. Но это чуть позже. Абсолютно правильно сказала. Вообще говорят, что вокалисты раскрываются не в 20 лет. Вот женщины говорят лет в 30. Это, к сожалению, когда в нашем отечественном шоу-бизнесе ты уже практически никому не нужен, если ты начинал в свои 20. То вот раскрыться по-настоящему женщина может, как вокалистка, лет в 30, да? 20 лет там девочке, а она, ну, Марай Керри, я не знаю, ну, вот кто она может быть, ну, Селин Дион уже, кажется, да? А задумаешься, вот сейчас что ей написать, вот с чем бы она вышла? Вот в чем индивидуальность? В чем ее собственный тембр? В чем ее собственная подача? В ее собственной амбиции? В ее собственное какое-то мировоззрение? В чем? Вот кто она такая? Какой-то отдельной, может быть, личности и нет. Хотя голос бесподобный. И вот есть отдельный талант какой-то. Вот есть какой-то чистый талант, да, именно только петь. Или быстрее всех играть. А талант это божий дар, или это можно воспитать каким-то образом? Это все-таки божий дар. То есть с этим рождаются? С этим рождаются. Да, с этой болью рождаются. С этой болью рождаются. Есть сложно составляющие таланты. Сложно составимые, как это сказать правильно, составленные. Сложно совмещенные. Несколько данных. Сложно сочиненные. Сложно сочиненные, да. Давай так. Кто бы хотите этим сказать? Так красивее. Объяснюсь. Скажем, такой из разных небольших таких кусочков, которые как бы вроде человек может и спеть, и сыграть, и что-то еще себя как-то повести интересно. И все это вместе рождается в некую такую личность, которая всем интересна. Бывают даже такие люди, которые просто разговаривают на публике. Вроде ничего такого особенного не делают. Просто смешно говорят. Как-то просто какие-то необычные, странные личности, которые всем нравятся. Вот всем понравилась какая-то такая личность, которой непонятно кто. Ни певец, ни конферансье. Просто вот такое тоже бывает. И при этом же есть рядом человек, который что-то конкретное умеет делать, что-то необыкновенное. Такой голос. Но вот нет что-то в тембре чего-то запоминающегося, и нет в личности человека чего-то такого, чтобы он стал персоной. Я вам скажу, по моим наблюдениям, самое яркое чувство, которое испытывает публика по отношению к артисту, это не чувство восхищения. Это чувство сострадания. Поэтому, как правило, самые большие звёзды, это люди с очень непростой судьбой. Вот у нас есть такая фраза, которую мы любим повторять. Наш с рваной душой. Вот рваная душа. Бывает, даже человек выглядит очень благополучным, но вот что-то такое произошло в его жизни, или он просто до такой степени, вот, Богом дано ему сопереживать, всему, что случается, бывает с людьми, что вот эта боль, она вот способна выражаться в творчестве. И это всегда чувствуется. Вы всегда почувствуете человека, который просто любуется собой и наслаждается, и человека, который болеет. Вы всегда их отличите интуитивно. Мы созданы кем-то нарочно, Как жизни смешные игрушки, Чтоб пламя затут осторожно, Горящие свечи у подушки, Чтоб жадно вдыхать этот воздух, Как будто мы здесь под сомнением, Но сжать, что нелепо и поздно Рождаются эти мгновения. А как вы выходите на сцену? Как на работу, как на эшафот или как на исповедь? Я очень люблю музыку. Я очень люблю музыку. И еще раз повторюсь, мне очень надо доказать. Я не знаю, откуда это у меня. Наверное, характер дурацкий. Вы поете для отца? Да. Каждую свою песню? Многие. Самое красивое, то, во что я верю, Я хочу, чтобы он в это верил тоже. Мне это просто необходимо. А он говорил вам когда-нибудь, Что вы оправдали все его ожидания? Нет. Вы ждете этих слов? Теперь уже не знаю. Я думаю, что он намеренно меня не признает, Чтобы было это движение. Сто процентов намеренно. Берет на себя эту боль, Потому что я очень часто на него обижаюсь. Болит его непризнание. Но я думаю, теперь уже думаю, Что он делает это нарушено. Я вообще не люблю тусовку. Вообще вот это, Все, что связано с закулисьем. А у меня только выйти, Как я попадаю на этот периметр, Там я себя чувствую, как у себя дома. И там уже я могу получать удовольствие, Делать свое дело. Поэтому еду, как на эшафот, всегда. Каждый раз. Сколько лет уже? 20 лет. И это каждый раз происходит. Я всегда немножко волнуюсь. А уже на сцене я спокоен абсолютно. Анжелика, Леонид. Расскажите о том, Какой, может быть, Основной акцент вы делаете На воспитании своей дочери. Вы берете какой-то, Перенимаете опыт своих родителей? Не знаю, пытаетесь, Может быть, Какие-то моменты, Которые вы считаете ошибочными, Исправить. А может быть, Совершенно действовать индуитивно как-то. Интересно, как это все происходит? У нас, к огромному нашему сожалению, И это большая наша боль, Нет возможности воспитывать нашего ребенка. У нас есть возможность только его баловать, Тискать и целовать. Потому что мы не так часто бываем дома. Конечно, какие-то, Как современные люди говорят, Косяки наших бабушек и дедушек Мы видим в воспитании. Но, к сожалению, Не можем корректировать Только какими-то разговорами С бабушкой и с дедушкой Мы пытаемся направить их На какой-то... На наш взгляд, Они очень ее балуют. На наш взгляд, Они ее захваливают Чрезмерно, Мотивируя это тем, Что бедный ребенок Растет без родителей, Ей так сложно. А ребенку, на самом деле, Совершенно все равно. Ребенок привык Существовать именно в таких условиях. Он других условий не знает. И чувствует себя совершенно замечательно. Но вот дедушке с бабушкой Почему-то кажется, Что она вот сирота. И они как-то культивируют Порой этот образ. Мы жутко расстраиваемся, Иногда даже злимся, Раздражаемся, Стараемся держать себя в руках. Вот. Ну, ребенок не дает пока повода Особо за нее волноваться. Она очень человек открытый, Очень коммуникабельный, И очень добрый. Она музыкальна? Она... У нее странная музыкальность. Она пока не очень чисто интонирует, Что вызывает во мне депрессию жуткую. Не во мне. Да. Но зато у нее очень хорошее чувство ритма. Она замечательно читает рэп. И юмора. И чувство ритма, И чувство юмора, да. Что, в общем-то, Очень полезно при отсутствии слуха. И то, и другое. Она замечательно рисует. Она у нас пловец. Она у нас ставит какие-то рекорды уже По плаванию на короткие дистанции. Очень хорошо готовит. И хорошо готовит, как ни странно, да. Любит это дело, Говорит, что будет шефом. При этом... Подложница настоящая. Что обалдеть можно. Да, она интересно рисует. Я не понимаю, Как у нее это получается. Для меня загадка. Для меня тоже загадка, да. В кого, чего, вдруг, что. Вдруг певица там, Танцовщик, художник. Вот раз, и вдруг она художник. Она сама в себе открыла этот талант? Или вы помогали ей? Помогала бабушка. У нас очень активная, В хорошем смысле, бабушка. Баба Люба, мы ее зовем. Вот, и она, конечно, она увидела. Она повела ее в школу. Там выяснилось, что Лиза не может заниматься в большой группе, Что ей нужны индивидуальные занятия. Мы перевели ее на индивидуальные занятия. И вот у нее есть педагог, который нашел с ней общий язык. В общем, потому что у нее странная какая-то черта характера. Она не... Видимо, это все-таки мое, Что меня жутко огорчает, Потому что я натерпелась из-за своей вот этой гордыни. Она не любит учиться на людях, на публике. Она не может признать, Что она в чем-то не лидер и в чем-то не лучшая. Ну, это в тебя, это характер твой. Это сложный путь. Да, девочка похожая на меня с твоим характером. Так потешно? Да, это сложно. Скажите, какие самые главные выводы вы сделали в этой жизни? Чему она вас научила? Сложно. Ничего себе. Открытия, может быть, какие-то. Открытия? Да, сделали ли вы какие-то открытия? У вас достаточно яркая, богатая жизнь. Жизнь насыщенная, интересная. Ой, не знаю. Наверное, самое яркое, боюсь, что не самое приятное, Что если тебя раздражают какие-то пороки в людях, Скорее всего, ты не хочешь и не даешь себе возможности увидеть эти пороки в себе. Тебе очень стыдно, в первую очередь, за себя. И поэтому ты не готов признать их в окружающих. Это было здорово. Леонид, а вы? Я скажу, что я так что-то ничего и не понял. Правда. Но я думаю, что все-таки мы с годами становимся добрее. Мне очень хочется в это верить. Две дороги, два пути, словно козу запретить. Как по вечному пути звезды вплыть рекой. Две тропы нехожены, две судьбы похожие. Только их соединить очень нелегко. Что бы вам хотелось, чтобы люди знали о вас? Что бы вам, может быть, было важно, чтобы люди знали о вас? Ребята, несмотря ни на что, мы остаёмся действующими артистами, действующими музыкантами. Мы очень любим своё дело. Нам порой иногда бывает очень больно за то, что не вся музыка доходит до нашего даже слушателя. Мы очень стараемся, чтобы вы услышали то новое в творчестве, чем мы живём. Мы будем бороться, и мы добьёмся. Мы не являемся кем-то, кто может быть в чём-то культом или чем-то. Мы просто очень много, с большим удовольствием, и порой достаточно хорошо работаем над непосредственно созданием песен. И очень хочется, чтобы эти песни выходили, и чтобы безотносительно чего-либо просто люди слушали их и просто получали удовольствие, если получают удовольствие, просто непосредственно от песни. Не из-за того, что это модно слушать или не модно, стоит этим увлекаться, не стоит. Безотносительно чего-либо. Просто. В общем, очень хочется себе пожелать, чтобы музыка не ложилась в стол. Спасибо вам за то, что вы делаете, спасибо за настроение и за песни, под которые бесконечно приятно грустить, приятно целоваться, приятно знакомиться, приятно засыпать, мечтать. Спасибо за то настроение, которое вы нам дарите. Мы желаем много, очень много новых песен, которые никогда не лягут в стол. Спасибо вам. Которые останутся в сердцах миллионов людей. Спасибо. В свою очередь, очень приятно было с вами беседовать. Вы человек, который умеет вовремя задать вопрос, и главный человек, который умеет слушать. Спасибо вам большое. У нас для вас, Анжелика и Леонид, есть подарки от нашей съемочной группы, от наших телезрителей. Это мы любим. Да. Подарки подарить. Оставайтесь всегда любимыми, это главное, а это натуральная и самая дорогая в мире косметика, Эльер. Спасибо большое. Оставайтесь любимыми. Спасибо, Леночка. Спасибо. У нас в гостях были Анжелика Варум и Леонид Агутин. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»